Средние значения. Где у нас несколько судей, и каждый выставляет свою оценку за выступление спортсмена. Договорились, что сравнивать будут средние значения за выступление, средний балл. Как его подсчитать? Для того, чтобы найти средний балл или среднюю оценку спортсмена, необходимо сложить все оценки, которые выставили судьи, и разделить на их количество. И мы найдем с вами среднюю оценку или средний балл. Итак, для того, чтобы найти среднее арифметическое нескольких чисел, надо первое – сложить все числа, второе – полученную сумму разделить на количество этих чисел. Рассмотрим примеры. Найти среднее арифметическое чисел 6, 10, 3. Первое. Необходимо найти сумму всех этих чисел. Второе. Разделить на их количество. Нашли сумму чисел 18, делим на их количество 3 и находим, среднее арифметическое всех этих трех чисел будет равно 6. Второе. Найти среднее арифметическое чисел 6, 10, 3, 4 и 12. Для того, чтобы найти среднее арифметическое, необходимо найти сумму всех этих чисел и разделить на их количество. 1, 2, 3, 4, 5. 5 чисел. Нашли среднее арифметическое. Следующее задание. Найти среднее арифметическое следующих чисел. Мы опять-таки находим сумму этих чисел и делим на их количество и найдем среднее арифметическое. Рассмотрим задачу. Поезд ехал 2 часа со скоростью 60 км в час и 3 часа со скоростью 50 км в час. Найдите среднюю скорость поезда на протяжении всего пути. Что значит среднюю скорость поезда? Это означает, что поезд ехал с одной и той же скоростью это же количество времени. И скорость его не менялась бы. Это называется средняя скорость поезда. Мы составили вот такую схемку. Поезд ехал 2 часа со скоростью 60 км в час и 3 часа со скоростью 50 км в час. Давайте найдем с вами, какое расстояние поезд проехал за 2 часа, если он едет со скоростью 60 км в час. Мы получили, что он проедет 120 км. Находим второй участок. Сколько проехал поезд, если он в пути был 3 часа, а ехал со скоростью 50 км в час? Он проехал 150 км. В пути поезд был 5 часов. Всего поезд проехал за 5 часов 120 плюс 150 – 270 км. Для того, чтобы найти среднюю скорость, необходимо весь пройденный путь разделить на все время движения. Весь пройденный путь у нас 270 км в час, время в пути 5 часов. Мы с вами 270 делим на 5, получаем 54 км в час. Это и есть средняя скорость поезда на протяжении всего пути. Следующая задача. Среднее арифметическое чисел 10,8 и х равно 10,2. Найдите, чему равно х. Давайте с вами запишем краткое условие задачи. Первое число – 10,8. Второе число – х. Но нам известно, что среднее арифметическое двух этих чисел будет равно 10,2. Надо найти второе число. Мы с вами знаем, чтобы найти среднее арифметическое, нужно сумму чисел разделить на количество. Сумму двух этих чисел разделить на их количество. Их у нас два. Мы нашли сумму чисел, делим на их количество. И нам известно, чему будет равно среднее арифметическое. Итак, мы получили с вами уравнение. Для того, чтобы решить это уравнение, мы закроем с вами выражение в скобках. То, что мы с вами закрыли, это у нас будет делимое. Для того, чтобы найти делимое, необходимо делить или умножить на частное. Выполняем с вами действие, которое мы можем выполнить. Посчитаем, сколько это будет. Теперь мы получили уравнение, в котором неизвестно слагаемое. Для того, чтобы найти неизвестное слагаемое, нужны суммы вычесть известное слагаемое. И находим, чему равно второе число. Второе число – это 9,6. Следующее. Отметьте на координатном луче числа А и В, и их среднее арифметическое, если А равно 3, В равно 11. Чертим координатный луч. Отмечаем на нем числа А и В. А имеет координату 3, В имеет координату 11. Для того, чтобы отметить среднее арифметическое, мы находим его. Среднее арифметическое двух чисел. Складываем эти числа и делим на 2. Находим, что среднее арифметическое будет равно 7. Отмечаем его. Обратите внимание, что среднее арифметическое равно удалено и от числа А, и от числа В. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4. От среднего арифметического до числа А – 4 единичных отрезка. 1, 2, 3, 4. И до числа В – тоже 4 единичных отрезка. То есть среднее арифметическое равно удалено и от числа А, и от числа В. Следующая задача. Утром температура воздуха была 25 градусов, в обед – 23 градуса, вечером – 21 градус. Какова средняя температура воздуха за день? Мы записываем. Утро – 25 градусов, обед – 23 градуса, вечер – 21 градус. Для того, чтобы найти среднюю температуру, мы знаем с вами, что нам необходимо сложить все три температуры и разделить на 3. И мы получаем, что средняя температура воздуха за день была 23 градуса. Следующая задача. У Нади было 17 конфет, у Кати 13 конфет, у Оксаны 15 конфет. Разделите конфеты так, чтобы у девочек их было равное количество. Запишем кратко условия. Надя 17 конфет, Катя 13 конфет, Оксана 15 конфет. Для того, чтобы найти среднее арифметическое, мы складываем все конфеты и делим их на троих. То есть, каждая девочка должна получить по 15 конфет, если конфеты будут разделены поровну. То есть, мы нашли с вами среднее значение – 15. Следующая задача. В школе 4 пятых класса. Пятый А, пятый Б, пятый В и пятый Г. В пятом А – 30 учеников, в пятом В – 28 учеников, в пятом В – 22 ученика, в пятом Г – 20 учеников. Найдите, сколько детей училось бы в каждом классе, если во всех классах учеников будет поровну. То есть, найти среднее значение. Что мы делаем? Мы складываем всех учеников, которые учатся в параллели пятых классов. Нашли, что в параллели пятых классов у нас будет 100 учеников. И делим на количество классов. У нас 4 класса. 100 разделить на 4 – 25. То есть, если бы мы всех учеников поровну разделили в каждый класс, то в каждом классе училось бы по 25 человек. Это и есть среднее значение. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели среднее арифметическое или среднее значение. Чтобы найти среднее арифметическое нескольких чисел, надо сложить все эти числа, вторую полученную сумму разделить на количество этих чисел. И мы найдем среднее арифметическое. Еще раз, среднее арифметическое будет равно… Мы сложим все числа и разделим на их количество.